Снег в приморскую столицу в первый день весны принесли сразу два циклона. Один сместился из Китая, второй вихрь сформировался над Японским морем. Снегопад начался в ночь на первое число и продолжался практически до вечера. Временами умеренный снегопад переходил в сильный, который сопровождался метелью при ветре 18-23 метра в секунду. На дорогах образовывались гололедица и снежный накат. Боролись со стихией спецтехника и дорожные рабочие муниципального предприятия содержания городских территорий. Алгоритм работы такой, что сначала заметается все тракторами, но опять же все зависит от снежного покрова. Прилипает он, не прилипает к дороге. Принимается решение на месте уже, то есть либо сначала смести, потом подсыпать песко-солевой смесью или химреагентами полить, либо наоборот. Сначала подождать, чтобы реагенты отработали, потом эту кашу, которая образовалась, смести. Тракторы-щетки, песко-разбрасыватели, автогрейдеры и машины для нанесения жидких химреагентов. Дорожные службы приступили к уборке снега и обработке городских дорог противогололедными материалами еще ночью. К слову, только химреагента на дороге Приморской столицы было нанесено свыше трех сотен кубических метров. На дорогах Краевого центра в течение дня работало 103 единицы спецтехники. Дорожные рабочие убирали снег на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, виадуках и тротуарах. Работа техники регулируется из штаба посредством наблюдения через городские камеры, через спутниковую систему ГЛОНАСС. Также Екатерина добавила, что днем работу снегоуборочной техники затруднял плотный поток автотранспорта. Зачастую тракторы стояли в пробках. Работы по ликвидации последствий снегопада будут продолжаться в круглосуточном режиме. Тем временем автолюбители Владивостока просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. А в случае выезда соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.